Решение Конституционного суда дать зеленый свет изменениям в Конституции относительно референдума вызвало негативную реакцию некоторых экспертов. В рамках передачи «Пульс» на пятом канале доктор в области права Александр Кузнецов заявил, что проведение плебисцита нелегитимно. На эту тему высказался и эксперт Теокернац, который утверждает, что глава государства не вправе вносить поправки в Конституцию. Александр Кузнецов считает, что Конституция страны может быть изменена голосами двух третий депутатов, а попытки внесения поправок посредством референдума нарушают нормы верховенства закона. Кроме того, когда мы говорим о референдуме, мы видим, что он скорее рассматривается как ознакомление, или в данном случае выяснение мнения граждан относительно сегмента, но не является механизмом изменения. Конституционные суды периода 2013-2024 годов больше ничего не рассматривают. Ни документы высшего уровня, ни традиции, ни декларацию независимости Республики Молдова. То есть сейчас они делают то, что хотят. Одна фраза на все случаи. Любое решение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обсуждению. И точка. Эксперт Тео Карнац говорит, что Майя Санду, дав поручение парламенту инициировать референдум, фактически использовала депутатов для материализации собственной идеи. Президент Санду не имеет права инициировать Конституционный референдум. И когда Майя Санду выступила с этой инициативой в декабре, она нарушила Конституцию, присягу и закон. Сейчас Майя Санду через депутатов воплотила идею организации Конституционного референдума. Майя Санду пока никак не отреагировала на то, о чем говорили эксперты. А сотрудники аппарата президента не ответили на нашу просьбу прокомментировать это. Во вторник, 16 апреля, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту о внесении поправок в Конституцию. Таким образом, референдум о вступлении в Европейский Союз может быть организован в один день с президентскими выборами. На референдуме будет вопрос. Вы за вступление Республики Молдова в Европейский Союз? Также в Конституции появится отдельная статья «Европейская интеграция». Депутаты от ПДС Вероника Рожка и Василий Градинару, которые подали в Конституционный суд соответствующий запрос, похоже, заблаговременно знали, какое решение будет принято. Поскольку, еще не получив ответа Конституционного суда, еще при подаче обращения, они объявили 8 апреля о начале всех процедур по проведению плебисцита. Напомним, что 8 апреля была обнародована первая редакция законопроекта о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова с целью внедрения в нее европейского курса. В тот же день документ был вынесен на общественные консультации в парламенте. Изначально он вызвал недовольство у некоторых участников обсуждений. Так, руководитель юридической ассоциации Лекс Скрипта Михай Корш заявил, что гражданскому обществу и лидерам общественного мнения было предоставлено слишком мало времени, чтобы выразить свое мнение по проекту и что референдум может подорвать статус суверенитета страны. До этого инициатива об организации референдума в один день с президентскими выборами подверглась критике со стороны ряда политиков, в том числе депутатов от оппозиции, а также лидеров внепарламентских партий. Некоторые из них сказали, что ПДС таким образом продвигает свой имидж. Ассоциация Промолекс также рекомендовала парламенту пересмотреть свое решение о проведении республиканского референдума в один день с парламентскими или президентскими выборами. По мнению Промолекс, вопрос европейской интеграции представляет собой стратегический общественный интерес для Молдовы и не должен быть монополизирован в предвыборных целях определенной политической силой. Продолжение следует...